Добрый день, дорогие друзья! Сегодня наш урок мы посвящаем изучению комплексных соединений. Химия идет к своей цели, к своему совершенствованию. Мы не знаем, каков будет предел ее успехов. Мы не можем сегодня утверждать, что то, что сегодня познается простым, действительно простое. Эти слова послужат эпиграфом к нашему уроку. Ваша задача сегодня понять, что это за вещества и как они образуются. Зачем изучать комплексные соединения? Это сложные вещества, с которыми мы встречаемся на самом деле повсеместно. Их значительно больше, чем всех остальных неорганических веществ. Для того, чтобы перейти к комплексным соединениям, важно понять, чем же они отличаются от двойных солей. Двойные соли – это соли, которые содержат два катиона. Например, калий, алюминий, СО4 дважды. К комплексным солям будут относиться соли, содержащие ион комплексообразователя, связанный с легандами. Например, натрий, алюминий, ОН4. Среди комплексных соединений могут быть как соли, так и кислоты, основания, а также нейтральные комплексы. Все это вы видите на слайде. Комплексные соединения используются в качестве катализаторов при получении полимеров, для связывания атмосферного азота, при производстве синтетических моющих средств, для борьбы с коррозией металлов, для получения лаков и красок. Таким образом, к комплексным соединениям мы будем относить многочисленную группу веществ. К ним принадлежат некоторые металлоорганические вещества, например, витамин В12, гемоглобин, хлорофилл и многие неорганические соединения. Комплексы часто имеют окраску. Гемоглобин, например, придает красный цвет крови, а хлорофилл в зеленых растениях – это тоже комплексное соединение. Так, хлорофилл – это комплексное соединение магния с парфиринами, а гемоглобин содержит комплекс железа двухвалентного с парфириновыми циклами. Многочисленные минералы, как правило, представляют собой координационные соединения металлов. В природе комплексных соединений больше, чем простых. Их изучение началось приблизительно 200 лет назад. И первой теорией комплексных соединений была теория Альфреда Вернера. Альфред Вернер в своей книге к вопросу о строении неорганических соединений писал о том, что комплексные соединения имеют как главную, так и побочную валентность, принцип координации, имеют внешнюю и внутреннюю сферу и пространственное строение комплексных ионов. Как понять главная и побочная валентность? Главная валентность соответствует обычно валентности элемента, закономерности которой находят отражение в периодической системе химических элементов. Побочная валентность – это дополнительная, остаточная валентность, которую атомы проявляют после насыщения главной. Например, у платины 4 валентность основная и 2 валентности побочные за счет донорно-акцепторных связей. Комплексными или координационными соединениями поэтому называют вещества, в структурных единицах которых число связей, образованных центральным атомом, превышает его высшую валентность. Так, например, в соединении, которым вы видите на экране, валентность кремния равна 4. Это не комплексное соединение. В следующем примере валентность кремния равна 6. Это комплексное соединение. Валентность железа в данном соединении равна 3. Это не комплексное соединение. В данном ионе валентность железа равна 6. Это комплексное соединение. Комплексные соединения состоят из комплексообразователей, чаще всего здесь металлы, реже не металлы, кремний, фосфор и другие, легандов, это ионы или полярные молекулы, и ионы внешней сферы, которые могут и отсутствовать. Рассмотрим строение комплексного соединения на примере двух комплексных соединений. Перед вами гексоцианофераткалия и хлорид тетраамина меди. Комплексообразователем ионом здесь выступают ион железа и ион меди. Легандами ион, СН и молекулы NH3. Число легандов называется координационным числом. Так, для гексоцианофератокалия их 6, для второго комплексного соединения число легандов 4. Все, что находится перед вами в квадратных скобках, это внутренняя сфера. Ионы, которые вне квадратных скобок находятся, это калий и хлор, это внешняя сфера. Важнейшей характеристикой комплексообразователя является координационное число, то есть число связей, образованных им с легандами. Координационное число зависит от степени экисления металла. Так, если у металла степени экисления плюс 1, координационное число равно 2. Если плюс 2, координационное число может быть как 4, так и 6. Если плюс 3, координационное число 4, либо 6. Если плюс 4, координационное число 6 и 8. Важнейшей характеристикой элеганда является его дентантность, то есть число связей, образованных с комплексообразователем. Номенклатура комплексных соединений. Вначале называют катионы, а затем анионы. Названия комплексных анионов заканчиваются суффиксом «ат». В комплексном ионе сначала называют леганды-анионы, затем леганды-катионы. НН3 называется аммин, Н2О – аква, СО имеет название карбонил. Названия легандов-анионов заканчиваются на О. Так, ОН – гидрокса, НО2 – нитро, НО3 – нитрато, ЦН – циана, ЦНС – радана, СО4 – сульфата. Катион-леганд гидрозиниум – это НН2 и НН3. Название некоторых комплексообразователей зависит от их положения в координационных соединениях. Название металла комплексообразователя в комплексном ионе произносится на русском языке и в именительном падеже. В комплексном анионе название дается на латинском языке, также в именительном падеже. Для обозначения количества легандов используется греческое исчисление 1, обозначается моно, 2 – ди, 3 – три, 4 – тетра, 5 – пента, 6 – гекса. Так, перед вами пример. Калий-3, феррум-ЦН-6. Читаться он будет с конца. Гекса-6, циана, феррат, калия. Следующий пример. Хлорид, тетра, амин, меди. В скобках указана валентность комплексообразователя. Выполните, пожалуйста, упражнение. Назовите предложенные вещества. Составьте для них формулы. Гексанитрокабальтат натрия-3. Гидрооксид диамин серебра. Иначе называется реактив Толлинса. Тетра-йодомеркурат калия-2. Иначе называется реактив Неслера. Попробуйте составить для них формулы. Тетра-раданомеркурат аммония-2. Давайте проверим, что у нас получилось. Гексанитрокабальтат натрия-3. Натрий-3. Кобальт-НО-2 шестижды. Гидрооксид диамин серебра-1. Аргентум-НН-3 дважды-ОН. Тетра-йодомеркурат калия-2. Калий-2. Гидраргерум-Йод-4. Тетра-раданомеркурат аммония-2. НН-4 дважды. Гидраргерум-СЦН-4-жды. Как ведут себя комплексные соединения в растворах? В растворах комплексные соединения подвергаются как первичной, так и вторичной диссоциации. Первичная диссоциация происходит на диссоциацию комплексного иона и катиона, либо аниона, в зависимости от того, какой природы у нас комплексное соединение. Вторичную диссоциацию комплексов наблюдают очень редко. Они подвергаются в основном только первичной диссоциации, но тоже она может существовать. Так, например, данный комплекс разрушается на вторичной диссоциации на ион серебра и молекулу аммиака. Суммарный процесс диссоциации характеризуется уравнением 3. Это серебро и две молекулы аммиака. Стойкость комплексного соединения определяется константой нестойкости. Это число молекул распавшихся на ионы к общему числу молекул. Химические свойства комплексных соединений. Комплексные соединения взаимодействуют с сильными кислотами, взаимодействуют со слабыми кислотами, взаимодействуют с углекислым и сернистым газом, с образованием кислых солей. Также комплексные соединения взаимодействуют с амфотерными веществами и в данном случае реакция протекает с усилением гидролиза. Комплексные соединения разлагаются при нагревании. Исключительно это комплексы, образованные щелочными металлами. Образуются соответствующие алюминаты и выделяется вода. Получить комплексное соединение можно с помощью действия щелочей на амфотерные гидрооксиды. А также при взаимодействии амфотерных гидрооксидов с щелочами образуются комплексные соединения. Но и сами амфотерные металлы, их оксиды и также соли образуют комплексные соединения. Металлы побочных подгрупп, взаимодействуя с аммиаком, цианидами и радонидами, также образуют комплексные соединения. Ваше домашнее задание – дать название следующим веществам. Записать уравнение диссоциаций по первой стадии. Спасибо за внимание!